Всем привет! И сегодня я хотел показать вам новую, очень интересную ловушку на моем канале, где мы, играя за черных, уже прямо в дебюте делаем блестящую жертву фигуры. Ну и дальше мы уже делаем очень сильные ходы и в итоге гарантированно побеждаем. Из-за этого обязательно досматривайте до конца, эту ловушку вы также сможете применять в своих партиях и побеждать много сильных шахматистов. Итак, опять же мы играем за черных, белые начали партию ходом Е4, мы ответили Е5. По сходу коня в 3 мы выводим своего коня на С6 и белые сыграли слон Б5, испанская партия. Дальше мы ставим своего коня на Д4, одновременно нападая на слона. Это защита Берда в испанской партии. Ну и далее, конечно, белые также могут зевнуть, они допустим могут забрать конь Е5, чтобы забрать нашу пешку. Тогда мы просто забираем конь Б5 с выигрышем слона. Но, конечно, белые тоже не слабые, это я просто так показал. Белые, конечно, это все замечают, из-за этого они забирают конь Д4. Дальше мы забираем ЕД, ну и после этого белые делают очень сильный ход, такой ход, как слон С4. До этого, когда слон стоял на поле Б5, мы видим то, что он ничего не может сделать, он просто тупо пялится на пешку. Дальше мы можем сыграть С6 нападением на слона. И одновременно мы можем быстро вывести Д5 и быстрее наброситься на центр. Из-за этого белые сделали правильный ход, они увели своего слона из этой диагонали и сыграли слон С4. Ну и дальше мы играем конь Ф6. Нападаем на пешку на Е4, выводим фигуры. Ну и белые сыграли Е5. Они напали на нашего коня. И в этой позиции мы делаем тоже очень сильный ход. Мы делаем контур-атаку, играем Д5. Нападаем на слона. Что же делать белые? Они могут забрать ЕФ, но это не выгодно, потому что тогда мы просто в ответ забираем ДС, забираем слона. И после размена мы видим то, что у нас, во-первых, преимущество двух слонов. И во-вторых, у нас сильный центр. Дальше мы можем сыграть С5, подкрепить пешку на Д4. А также можем сделать рокировку, ладью на Е8 вывести, слона на Е5. Ну и вообще у черных даже получше в этой позиции. А также после хода Д5 белые могут не ЕФ забрать, а могут также на проходе забрать ЕД. Но тогда мы просто забираем слону Д6, и опять же у нас получше. Мы можем сделать рокировку, ладью на Е8 вывести. А также эта пешка тоже, она уже не сдвоенная, не слабая. Мы опять же можем сыграть С5, подкрепить ее. И у нас опять же позиция лучше. А после хода Д5 белый это все замечает. Из-за этого они играют слон Б3. Уводят своего слона просто назад. Ну и мы играем слон Ж4. Нападаем на белого ферзя. Мы видим то, что белые больше никак не могут защититься, кроме хода Ф3. Реально, больше ничем не защититься. И ферзю просто некуда идти. И забирать слона нельзя из-за коня. Из-за этого белый играет Ф3. Ну и в этой позиции мы делаем еще один очень сильный ход, как конь Е4. Это реально, просто заманиваем белых. Они хотят забрать. Но на самом деле ни одну из этих фигур они забрать не могут. Допустим, если забрать коня, понятное дело, что тогда просто полетит ферзь. Мы просто выигрываем эту партию. А также белые могут забрать слона. Но тогда опять же проигрывает. Мы просто играем Ф4. Делаем шаг. Если королем уйти на Ф1, тогда Ф2 мат. А если же королем уйти на Е2, то просто играем Ф2 шаг. И единственное поле у белого короля это Д3. Ну и тогда мы играем с конь Ц5. Шаг и мат. Ни на Е3, ни на Е4, ни на С3, ни на С4 тоже нельзя. Это шаг и мат. Из-за этого здесь после шага можно не уходить королем. Можно сыграть Ж3. Но тут все равно белые проигрывают. Мы играем просто конь Ж3. Забирать коня нельзя. Тогда полетит просто ладья. Здесь грозят уже всякие отступы. Там конь Е4 с одновременным шагом. Из-за этого просто белые проигрывают. Конечно, это все белые опять же просчитали. И решили не забирать ни одну из этих фигур. А просто сделали рокировку. Они сделали рокировку. Ну и дальше мы делаем еще один сильный ход. Но я вам объясню. Мы делаем ход Д3. На самом деле этот ход нужен для двух причин. Для двух целей. Во-первых, мы можем напасть. С помощью хода С5 можем сделать шаг. Дальше вывести еще своего ферзя на Х4. Сыграть конь Ж3. И там уже АЖ нельзя забирать, потому что король будет на поле АЖ1. Это первая цель. И вторая цель в том, что мы не хотим, чтобы в дальнейшем белые смогли вывести своего слона на Ж5. Либо же на Е3, на Ф4 и так далее. Из-за этого мы играем Д3. И одновременно просто одним ходом убиваем двух зайцев. Слон С5 хотим сыграть. И не даем вывести белому своего слона. Это очень сильный ход на самом деле. Это самый вообще сильный ход в этой партии. Итак, мы сыграли Д3. И дальше белые забрали ФЖ. Они забирают нашего слона. Но в этой позиции мы играем слон С5. Делаем шаг белому королю. Какие варианты есть у белых? Если сыграть сладей в ДА, то мы просто забираем слон Ф2. И там после того, как король отступает, у нас просто лишнее качество. Просто ферзя Х4 сыграем и конь Ж3. Там вот король Х1. Ферзя Х4 грозит конь Ж3 мат. И просто непонятно, как защищаться. Но даже если защититься, все равно тут уже бессмысленно играть. Черные победили. А также после ухода слон С5 шаг. Белые могут сыграть король Х1. Но тут мы опять же побеждаем. Мы играем конь Ж3 шаг. На Ж1 нельзя из-за слона. Приходится забирать АЖ. Но и в этой позиции, дорогие друзья, мы делаем просто суперспокойный. Но побеждающий ход это ферзь Ж5. И все, белые уже проиграли. Они не могут королем на Ж1 пойти. Они вообще никак не могут защитить линию АЖ. Не могут даже пешку Д вперед вывести, чтобы напасть на нашего ферзя. Просто дальше грозит ход Ферзя Х6 шаг и матом. И допустим, белые просто забрали СД. Не важно, как вообще белый сыграет. Мы играем Ферзя Х6. Это шаг и мат. Вот так вот, дорогие друзья. Я решил вам показать эту ловушку. Обязательно выучьте ее. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok